Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» с главной темой сегодняшнего выпуска. Будет сделано. Рязанское начальство пообещало к Новому году все же соорудить переход через Павловку на Московском шоссе. Скутер тоже машина. Рязанцы выступают за наведение порядка в вопросах управления малым мотороллером. А формы нет как нет. Родители школьников отзывают авансы, выплаченные рязанской фирме за поставку школьной формы из Киргизии. А теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня в Омской области день трава по погибшим в результате крушения на реке Иртыш теплохода Полесье. Напомним, сильно поддавший капитан пассажирского судна вывел его на встречный курс. В результате произошло столкновение с баржей. По официальным данным погибло 6 человек, больше 50 пострадало. Также вокруг трагедии разгорается еще и скандал, связанный с поведением омского мэра Вячеслава Двораковского. В день трагедии на Иртыше градоначальник отдыхал в Карловых варах, справлял на курорте день рождения. Имениннику позвонили местные журналисты и спросили, не намерен ли он прервать отдых. Все-таки люди погибли, надо устранять последствия, надо руководить, решать вопрос о помощи пострадавшим. На это Двораковский ответил в том смысле, что находится далеко от Омска и возвращаться из отпуска не намерен. Более того, репортеры издания Life News срочно вылетели в Карловый вар и отыскали омского мэра и умудрились снять с ним видеоматериал. Сегодня мы соболезны всем жителям Омска в связи с трагедией на Иртыше. Ну и еще потому, что они живут под мэром, которого даже президент России во время прямой линии недавно назвал поросенком. Было такое. Но вернемся в Рязань. Суд арестовал 42-летнего узбека-нелегала, который, по данным следствия, несколько дней насиловал 9-летнюю девочку, жительницу Рязанского села. Далее подробности. По версии следствия, не имеющий регистрации на территории Российской Федерации подозреваемый, с 11 августа этого года проживал в одном из рязанских сел в доме своего знакомого, воспитывающего вместе с женой троих несовершеннолетних детей. В течение нескольких дней гость совершал в отношении 9-летней девочки насильственные действия сексуального характера, пока об этом не узнала мать малолетней, которая и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Подозреваемый скрылся, однако благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям его удалось задержать по горячим следам. К другим темам. Первый сентябрьский скандальчик грядет в Рязани, рассказывает Глеб Галушкин. Недавно в рязанских средствах массовой информации появились сообщения о том, что ученики сразу нескольких школ останутся без школьной формы ко дню знаний. Руководство магазина, в котором родители детей произвели заказ, постоянно переносило сроки поставки и сейчас ссылается на загруженность текстильного предприятия в Киргизском Бишкеке, где происходит пошив школьной формы для рязанских учеников. Для рязанских формы, если у вас была клетка серая, то она придет в конце сентября. А почему так получается? Потому что на фабрике стало сообщение, что они не успевают отшить форму к сентябрю, и у нас просто нет этой формы. По словам родителей пострадавших учеников, деньги за форму они отдали еще несколько месяцев назад. Нам обещали, что форма будет 20 августа. 19 августа весь наш класс и другие классы нашей школы, которые тоже заказали в этой компании, получили смс по том, что школьная форма для девочек придет в конце сентября. Простите, ради кого? Телефон и разговоры с этой компанией свелись к тому, что нам сказали, Либо мы делаем вам небольшую скидочку в 500 рублей, либо же мы вернем вам деньги. Больше от нас не требуется. Закончилось это тем, что на общем собрании родителей девочек первоклассников нашей школы мы решили отказаться от услуги этой компании. Теперь, по нашим данным, родители первоклассниц забирают выплаченные ранее 500-рублевые авансы и собираются заказывать школьную форму в другой фирме. Какая-то подозрительная история с этой школьной формой по-рязански. Шьют ее в столице далекой Киргизии, Бишкеке, бывшем Фрунзе. Это какие же транспортные расходы заложены в стоимость формы? Хотя на апрельском заседании круглого стола в региональном министерстве образования представители Минэкономразвития выдвинули инициативу выпускать школьную форму для юных рязанцев на местных швейных предприятиях. Совершенно правильная, надо сказать, инициатива, и обойдется дешевле. И спросить есть с кого, а в Бишкек просто так не наведаешься. В этом мае прошел еще более масштабный круглый стол на территории Свердловского комвольного комбината. Там, в частности, выступила Ольга Тимофеева, депутат Госдумы от Общероссийского народного фронта. Она заявила, цитата, «Я заинтересована, чтобы форму шили в России». Речь не идет о госзаказе, речь идет о привлекательной рыночной экономической модели. Ну и к сведению родителей, в номере российской газеты от 16 июля этого года сказано, что стандартный комплект школьной формы в Москве обойдется примерно в 3 тысячи рублей. Интпашив около 7 тысяч. А у нас гораздо дороже киргизскую продают. Да и то не ко времени. Продолжаем программу. Вчера рязанский губернатор Олег Ковалев совершил рабочую поездку по Рязани. Его сопровождали министр транспорта Шаукат Ахметов и мэр города Виталий Артемов. Во время начальственного объезда наконец-то прояснилась судьба несчастного перехода через речушку Павловку в районе Дамбы на Московском шоссе. Пешеходный мост через реку Павловку на Московском шоссе рязанское начальство клятвенно обещало построить еще прошлой весной. Однако и сейчас горожане вынуждены ходить по проезжей части на свой страх и риск. На мосту по-прежнему нет даже элементарных поручней. Высота, между тем, более 5 метров. Теперь стало известно о намерении все-таки построить отдельный пешеходный мостик через реку Павловку. По проекту, представленному разработчиками, длина моста составит 60 метров, а ширина 5 метров. Место будущего строительства посетил и губернатор Олег Ковалев. Он сразу раскритиковал нынешний проект моста. Опять попытка построить так, как можно дешевле. Не так, как должно быть, чтобы была и красота, и эстетика, и удобство, а вот как дешевле. Поэтому, я думаю, они учтут мои замечания как опытного строителя и сделают хороший мостик, по которому можно пройти на каблуках и просто пройти. Наверняка теперь, после строгого слова руководителя региона, разработчики свой проект доведут до ума и сдадут мост к Новому году. Хотя очень и очень не мешало бы прямо сейчас хотя бы ограждение поставить и укрепить хлипенький мостик через Павловку. Также во время губернаторского объезда Рязани журналистам был представлен проект давно ожидаемого гражданами надземного пешеходного перехода через Московское шоссе напротив торгового центра «Премьер». Во время инспекционной поездки губернатор посетил и его, где принял участие в акции «Покупай Рязанское». Олег Ковалев подтвердил намерение властей оказывать поддержку местным товаропроизводителям. Далее о скутерах и бесшабашных пилотах этих небольших, но бойких двухколесных машинок. Как известно, скутер – излюбленные средства передвижения подростков, многие из которых никогда не открывали свод правил дорожного движения. Согласно статистике ГИБДД число аварий со скутерами растет устрашающими темпами. Если в 2004 году в России их было зарегистрировано 778, то в 2011 уже почти 8 тысяч. О скутерных проблемах в Рязани в репортаже Оксаны Тебинихиной. Водители и пешеходы. Вроде бы все понятно. Две эти категории участников дорожного движения знают элементарные правила поведения в большинстве своем. Дорога для машин, тротуар для пешеходов. Все доступно и понятно. Чего не скажешь о таком виде транспортного средства, как скутер. До сих пор не ясно, кто может на нем ездить, где, в какой полосе и с какого возраста. За 7 месяцев текущего года в Рязанской области зарегистрировано более 50 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта, в результате которых 4 ребенка погибли и более 60 получили различные травмы. Зачастую владельцы данного двухколесного транспорта не только не наслышаны об общепризнанных правилах дорожного движения, но и передвигаются в состоянии, мягко говоря, полного несостояния. Вы знаете, что с ноября вступает закон в силу, который предполагает наличие водительского устранения водителя скутера? Да, конечно. Вы планируете такое водительское устранение получить, обучиться в автошколе? Да, конечно. Очень хорошо. Хочется пожелать вам всего доброго. Берегите себя. Регулярные рейды ГИБДД по скутерам приносят пользу, но не так активно, как всем хотелось бы. Малолетние скутеристы подрезают автомобили, проползают между рядами и полосами, частенько цепляя и царапая дорогостоящие автомобили. Не тормозя перед пешеходными переходами, травмируют и пугают людей, передвигаются по тротуарам. И после всего этого в один голос трубят о том, что они полноправные участники дорожного движения, а их почему-то никто не уважает. Проще говоря, качают права. Мы всех родителей предупреждаем о том, что скутером можно управлять только 16 лет. Если они приобретают своим малолетним детям скутер, то это их выбор, их решение. Но все покупатели проходят инструктаж по правилам и по технике безопасности управления скутером. И ничему двухколесные рейнджеры не учатся. Скутерист, несмотря на свою экипировку на 90%, остается беззащитным перед автомобилем. Родители, которые на 14-летие дарят своим любимым чадом новенький разноцветный скутер, нередко подписывают им приговор, как бы мрачно это ни звучало. Данным видом транспорта разрешено управлять только лицам, достигшим 16 лет, хорошо знающим ПДД, ответственным, сознательным, с обремененной умом головой на плечах. И никак иначе быть не может. На сегодня все. Хорошего всем вечера и до встречи завтра в эфире программы «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин